18.00 должна быть конференция с городом Москва, Московской областью. Мероприятие называется «Доброго здоровьица». Так, понятно. Опа, ставим, опа, ставим. Мы здесь, вот, пожалуйста. Значит, доброго здоровьица, Надежда Анатольевна. Сейчас подождем, Геннадий Петрович, буквально там 5 минут, чтобы собрались. Хорошо, хорошо. Вы меня слышите, вы меня видите, да? Отлично все. Ну и отлично. Я вас тоже вижу, слышу. Ура. Парень хороший, парень хороший, Как тебя зовут? Все его знают, все его любят, Не без основного. Стихотворение в начале, в начале, да? В нашей встрече. Пусть вам мечтаются красивые идеи, Пусть мысли исцеления окружат, Пусть будут в сердце вашем устремлении, Которые до Бога долетят, И пусть от них сгорает скверно, Счастливей сложится судьба, Пусть очищается пространство Для лучшей жизни, Здесь и навсегда. Вот так вот. Важно сделать такой посыл, Вот если любая передача там начинается, Чтобы как бы дорожку такую позитивную пробить, И пошло-поехало. А кто нас смотрит сейчас? Вот Москва, Московская область? Или как? Москва в основном, Либо кто-то с дачи подключается. У нас пока пару участников. Сейчас еще ждем, чтобы подключились. Ну хорошо. Просто люди не с ведущей, Поэтому им подключиться. Вот я начал входить через WhatsApp, Он у меня на компьютере-то есть. Вроде наладили, все. А только раз, А он мне говорит это, Вот давай этот пароль веди еще. А я уже забыл этот пароль, Что и как там, Куда там его там вводить. И в конце концов на QR там этот код навел там вот, В другой раз, то есть, и запустил. Поэтому люди с этим делом не знакомы, А для них это, как бы сказать, сложности. Что там, какой этот код тут, Хоть все эти коды тут у тебя должны быть. Пред лицом и прочее, прочее. Все вместе тут обучаемся. Ну да, вот так вот идет. Вроде дело хорошее, Должно быть все это быстро. Ну, вот когда ссылочка так, как мне сбросили, Я на нее, опа, нажал и все. А то ж, опять-таки, WhatsApp это должен вот. В общем, почта у вас осталась? Почта, WhatsApp на телефоне, Сам телефон, сообщения. Мне как-то этого хватает вполне. И самое главное, что на компьютер и почта, пожалуйста, вот раз. Я же выложил целую библиотеку, у меня выложено на моем канале. Аудио, я уже все нариктовал в своей книге. Пожалуйста, слушайте, уже не читайте. Помимо того, что выложена библиотека, вы можете прочитать, а можете, значит, послушать. Плюс у меня, по-моему, за 3000 видео уже. Представляете, сколько там всего? На Ютубе, да, ваш канал? Да, на Ютубе, более 3000 видосов там, я каждый день там делаю. На всякие темы. И постоянно что-то спрашивают, одно и то же, одно и то же. Уже 4 человека к нам подключились. Они будут вопросы задавать или что там, как там, или просто слушать? В основном все слушают, но иногда в чате что-то пишут, вопросы задают. Камеру не любят включать. В принципе, можем начинать. Ну, давайте. Потому что у нас с вами эфир ограничен, 40 минут только дает зум нам, то есть еще у нас полчасика осталось. Ну, давайте, я не возражаю. Я готов. Отлично. Внимательно вас слушаем. На какую тему? Тему вы задаете любую, может быть, что-то про как правильно начинать утро, чтобы пребывать в таком хорошем всегда настроении, чтобы хватало энергии до конца дня. Ну, вот, хорошо, что вы, как бы сказать, задаете так тему. Легче всего отвечать на вопросы, подхватываться. Я сразу себя спрашиваю. Ага, ну и правильно, правильно. В любом случае вы проснулись, открыли глаза, и надо порадоваться тому, что Господь вам еще дает день жизни. Это очень хорошо. Вот смотрите, я даже говорю об этом, у меня лицо там поменялось. Еще вам дают день жизни. Значит, встали, что там вы, значит, гиенические процедуры сделали, умылись, нос пополоскали, и я сразу же, сразу же, вот смотрите, хорошего вопроса задали. Для того, чтобы запустить свой организм, я первым делом хожу. Два километра, это где-то сорок минут. Оказывается, это самое лучшее, естественное упражнение, не требующее никаких там, этих самых, спортзалов или еще чего-то. Вы во время ходьбы прокачиваете кровь по организму, циркулируете лимфу по организму, которая, как бы сказать, вы спали. Вот у людей, которые долго находятся в постели, возникает пролежье. У вас не будет различного рода, там, этих самых, как бы сказать, опуханий, конечностей. Вот. У вас, в конце концов, заработает кишечник, потому что все это, грубо говоря, трясочка идет. У вас нормально заработает спина, и особенно без пожвоночной диски. Вот многие рекомендуют там разные упражнения, растяжки и так далее. А вот, а как межпозвоночные диски, работать над ними, профилактически укреплять, оздоровлять, никто не говорит. А это аж огромное значение имеет. Вот. Как раз ходьба позволяет нам сжимать их и разжимать, насасывать в тело межпозвоночного диска водичку, и в результате они питаются и поддерживают свои функции. И человек, знаете, сохраняет свою осанку и рост. Я, у меня такое впечатление, что я даже как-то немножечко подрост. Плюс дыхательная вот эта вот вся эта гимнастика, естественно, идет на свежем воздухе. То есть, ходьба это самый, так сказать, король всех упражнений. Поэтому, ходите, это самое лучшее, естественно. А если вы еще во время ходьбы, смотрите вот, вот это я называю казачий ход. Вы идете с эспандерами, не с палками, а с эспандерами, и вот так вот сжимаете. Вы еще дополнительно тренируете сердечно-сосудистую систему, сердце и немножечко мышцы. Сильная кисть, сильное сердце. Вот так вот я начинаю. И, кстати, когда ходишь, начинают появляться разного рода там хорошие мысли. Вы даже какую-то песенку мурлычите. Вы как-то там что-то там поете. Вот, и я с Сережей много там напел, да, в свое время. Там разные песни, стихотворения и так далее. То есть, голова работает, да. И суставы любят. Знаете, вот такую вещь я вам скажу. Об этом мало кто говорит. Вот мы с вами встали, особенно люди пожилые. И начинается трещать, тугоподвижность и так далее, и так далее. Так что, оказывается, в суставах у нас, в суставах за ночь уменьшается количество вот этой внутрисуставной жидкости. Она не нужна. А когда мы начинаем вот двигаться, она как раз начинает вырабатываться. И потом, как говорится, человек расходился, и все хорошо. То есть, вот что, организм включается в работу. И поэтому, с помощью простой вот этой ходьбы. А потом уже завтрак. Я сам себе, кстати, кашку делаю. Сейчас жена там уехала к дочке. Я кормлю кошку, кормлю собачку. И даже голубей диких у нас, это горлицы там. То есть, на хозяйстве. Вот такие-то дела. Что полезнее? Задаваю вопрос. Геннадий Петрович, а что весной полезнее пропить для организма? Может быть, какие-то там корень шиповника заварить, или плоды шиповника? Что сейчас может восхолнить? На иммунитет, да? Укрепить весной авитаминоз. А витаминоз? Если, вот смотрите, одно дело авитаминоз, а другое дело укрепить. Вот, кстати, вот ходьба, как раз она и будет укреплять. А что касается авитаминоза, я лично использую. Использую я. Я беру шиповник с боярышника. У нас как раз боярышник растет в саду. Вот. И жена его нарвала, насушила. И я одну горсточку, значит, боярышника, плодов, одну горсточку шиповника, где-то в термос на 2 литра. Все это заливаю кипятком вечером. А наутро уже готовый отварчик. И его попиваю. Это как раз вот поливитаминное средство для того, чтобы укреплять наш организм и использовать. Самое простое. Если вы хотите более тщательно себя укрепить. Вот я все-таки рекомендую посещать мой канал «Целебную кулинарию». На моем канале. Я как раз показываю, как приготовить из проросшего зерна завтрак себе. Проросшего зерна. Знаете, вот многие говорят, вот эти. Вы как раз, я на вас смотрю и понимаю. И многие люди, они думают. Вот знаете, вот если какой-то витаминный препарат брать, там аптечный или еще, он может дорого стоить, его не достанешь, еще что-то, еще что-то. Самое лучшее средство – это проросшее зерно. Проросшее зерно берете на базаре. Ведро взяли его за копейки какие-то. Понимаете? Чтобы более-менее она была чиста. Как проращивать? Я там показываю. Сразу много проращивать. И смотрите, в проросшем зерне что получается? Получается, когда зерно прорастает, это уже не крахмалистый продукт, а это уже, знаете, более растительный продукт. Там крахмал пророщается в солодовый сахар. Она становится сладенькая, понимаете? Что интересно. То есть, уже за счет ферментативной вот этой обработки во время прорастания, она проходит в стадию пищеварения, становится более легко усваиваемым. И одновременно за счет этого там вырабатывается во время прорастания витамины группы В натуральные, естественные, самые свежие. Витамин Е, кстати, из проросшего зерна делают виардо. Знаете, что такое виардо? Вот, это препарат, который поднимает потенцию у мужчин. Там витамин Е якобы там есть что-то. Но неизвестно, сколько он там хранился в этом виардо. Потому что, смотрите, любой витамин, он быстро разрушается на свету, на воздухе и прочее, от хранения. А тут вы получаете все, знаете, вот в самом-самом, что ни на есть. Плюс энергия. А еще светится, вот если в высокочастотном поле фотографируем, то все это там светится. Значит, витамины группы В, которые нужны для здоровья, вы сразу же, буквально на следующий день, чувствуете укрепление организма. Е, А, натурально, легко переваривается, дает там мягкую клетчатку, ну все как надо, знаете. Дает микроэлементы. Лучше растут ногти, волосы. Грубо говоря, возрастает потенция у мужчин там. Женщины чувствуют себя более моложе. И для этого просто-напросто горсточку вот этого проросшего зерна вы кладете в блендер. Туда заливаете стаканчик этого самого кислого молока. Для вкуса добавляете метка, перемалываете, пьете. Для стариков, женщин, мужчин, детей это самое лучшее, что может быть, за колпайки. Представляете? А еще можете сделать котлетку из проросшего зерна. Ну это, посмотрите, как я делаю. Скажите, а вот то, что раньше пили на кащах по утрам вот соду, это так же полезно или не всем? Знаете... В смысле воды выпить или что там на кащах, что лучше выпить или как понять? Да. Да, да, да. Вот смотрите, я как раз тут перед вами решил для себя там небольшие видосики сделать. Смотрите, вы лучше всего выпить теплой воды. Вот вы встали, теплая вода, не надо холодная. Надо прогреть внутренности, надо подготовить желудочек. Желудок тогда активен, когда он тепленький. Он тогда лучше выдает все эти свои там соки, переваривание. Потому что как только холодная получается, спазм, и он останавливает. Значит, вы пили тепленькой водички, стакан, больше не надо, мелкими лотками. И, кстати, когда пьете водичку, говорите, мать святого водичка, пью тебя с любовью и благодарностью. Оказывается, вот эти два слова, любовь и благодарность, делают ее суперцелебной. Когда исследовали водичку, знаете, вот это самое, что там получается? Там получаются самые красивые кристаллы, которые наиболее полезны для нашего здоровья. Вот, понимаете, это интересная вещь, как пить воду. Пить воду не просто так, а выпили вот так и сказали. И она там действует как надо, тепленькая. Если же вы хотите, чтобы, знаете, вот, как бы сказать, почистилась печеночка, мягенько почистился желчный пузырь, лучше было там желчное отделение и так далее, вы натощак выпиваете столовую ложку подсолнечного масла. Просто-напросто раз выпили ее, хоп, она обеспечивает желчегонный эффект, и все там уже начинает и растворяться, а лучше работать. То есть, вот так вот этот самый. Что там еще спрашивали? Такой вопрос еще про водичку. Вот взрослому человеку надо пить где-то 2 литра, да, я знаю. И когда нужно останавливаться и пить в какое время, чтобы не было отечности? Вот у меня такая проблема. Я могу на ночь попить, наверное, воды как-то. Как ее распределять в течение дня правильно, вот эти 2-3 литра? Я понял вопрос. Я только что, вот буквально-таки несколько дней назад как раз рассказывал о употреблении воды. Существуют разные вот это вариации. Ну вот возьмем вашу, так сказать, для просто поддержания завора. 2 литра воды. Человек весит 50 килограмм. 2 литра воды. Выпил отек. Человек весит 150 килограмм. 2 литра выпил и засох. Вроде как рекомендуют примерно пить где-то воды на 1 килограмм собственного веса. Такая вот есть рекомендация. Но! Я вот это все слушал и так далее, и так далее. И существует такая интересная табличка, которая там в видосике. Значит, маленький человечек только родился. У него в организме, грубо говоря, 95% воды. Через 10 лет 70% примерно воды. Через, допустим, там в 30 лет уже там, допустим, 60% воды. И, допустим, уже там 80-70 лет, там может быть уже 50% воды. И оказывается, что самое интересное, организм, вот мы думаем, что вот если пожилой человек вот так будет пить, он как бы нагрется его организм в воды. Ничего такого. Вот он, сколько он имеет воды, и вы уже отлично знаете, выпили, думаешь, я выпью, и сходили в туалет. Выпили и сходили в туалет. Организм держит столько воды, сколько надо. И у нас имеется чувство жажды, которое говорит о том, что надо пить. Естественно, если мы с вами пьем водичку, если мы с вами используем свежевыжатые соки, если мы с вами используем салаты, тушеные овощи, то практически организм как раз и говорит о том, чувством жажды, сколько нам надо. Поэтому я особо воды вот так вот не пью, что надо вот 2 литра выпить или еще. Я пью, вот захотелось мне, выпил, и нормально. Даже, знаете, тибетцы, древние тибетцы, они говорили следующее, что там примерно, ой, мужчина должен в течение, допустим, дня или суток 3 раза сходить по маленькому в туалет, а женщина 2 раза. Видите, то есть не надо перегружать. Если мы с вами пьем воду, вот как вы сказали, что происходит? Первое, идет нагрузка на сердечно-сосудистую систему, потому что воды больше, ее надо прокачать. Раз, и в то же время ее выделяют почки. Значит, нагрузка на почки идет. Чтобы вода выделилась, нам надо к ней присоединить какие-то вещества. То есть у нас еще вымываются и соли, все эти, нужные. И вроде вот такая рекомендация, которая, как бы сказать, была там полезна. Оказывается, что если ее применять, так сказать, в течение длительного времени, может дать обратный эффект. Поэтому пробуйте, вот в любом случае попробуйте, ориентируйтесь по самочувствию. Как, что, что, чтобы не было ни отеков, ничего такого там не было. Чтобы вы всегда чувствовали себя в позитиве, с избытком энергии, хорошее настроение, и ваш организм работал нормально. Это целое искусство. Следить за работой своего организма и вовремя корректировать его. Надо чуть больше воды. Да, попили чуть больше воды. Надо меньше воды. Значит, меньше. Надо что-то еще, еще. Вот как раз здоровый образ жизни вот это все делает. А остальные, ну, никто, ничего за вас делать не будет. Да, только мы сами. В общем, интуитивное такое, как сейчас модно, интуитивное питание. Да, интуитивно пить воду, понимать организм. Когда им действительно хочется пить. А вот смотрите, насчет вот интуитивное. Интуиция как раз указывает на то, если это нормальная, правильная интуиция, на то, что организм вам подсказывает, что ему надо. Допустим, вот пища того или иного вкуса. Оказывается, вкус пищи, консистенция пищи – это энергия. Если какой-то энергии у вас не хватает в организме, вам хочется больше сладенького, вам хочется больше, допустим, кисленького, вам хочется больше, там, допустим, солененького, там, остренького и так далее, и так далее. Не хватает в организме тепла? Человеку хочется специи, а не жучим вкусом. Значит, смотрите, а летом нам хочется кислого вкуса из-за того, что кислый вкус удерживает воду в организме. Человек не так потеет, он ее держит. Нам хочется там кисленького. То есть, вот эти вот все вещи очень интересные, знаете, вот наука о человеке, она самая благородная и позволяет человеку понять и раскрыться. Потому что здоровье является тем фундаментом, на котором вы можете показать себя во всей красе своей. А если нет здоровья, человек, ну что там, у него и с семьей не лады, и с работой не лады, и жизнь ему не в радость. Вот такие вот вещи. Так что вот эта интуиция, вот это, прислушайтесь к своему и потихонечку. Да. А по поводу соли, Геннадий Петрович, все-таки полезна или бредна? Значит, соль вообще, все животные специально там, вот допустим, ходят на эти солевые какие-то там эти, у них там ямы там или где-то места, лижут соль. То есть соль, как бы мы ни хотели, она нам нужна. Но дело в том, сколько важно, чтобы не было переизбытка. Потому что соль позволяет нам, что там соляная кислота образуется в желудке, она позволяет нам и переваривать, и там многие вещи делать. Соляная кислота, говорят, она не просто еще, что ее так много вырабатывается. Она позволяет нам, как бы сказать, клетки, которые отмерли в организме, их переварить и, будем говорить, разложить. Не только пищу, но еще это. Поэтому должно быть, опять-таки, норма. Вот я в свое время отказался от соли, помню, знаете, даже минимальная посолка у меня ощущалась очень сильно, как будто что-то только я взял такое горячее, слишком много соли. И в то же время я со временем, значит, пришел к тому, что я подсаливаю пищу. И все нормальненько. Вот чувство вкуса, чувство здравого смысла говорит нам о том, что надо есть, что там потреблять. Всех приветствую. У кого есть вопросы, можете задавать. Не стесняйтесь. Микрофон включите себе и спросите. Да, можете микрофон, можете ко мне на канал. Я говорю, у меня столько там видосов, я уже все переговорил. Да, но пока вопросов нету, я смотрю. Все внимательно слушают. Мне просто, знаете, несколько как-то даже обидно, то, что вот это все банальные вопросы, которые давным-давно уже известны, которые там 20 раз там были обговорены и так далее. Вот, например, вот этот вопрос про соду. Я вспомнил про соду. Надо ли пить соду или не надо пить? Знаете, вот если у человека молочница, на языке особенно, когда, знаете, как будто он только сметану съел, но язык, грубо говоря, вот такой вот, белый. Вот эта вот вещь пойдет, и соду надо гасить. Я об этом тоже рассказываю. Сода должна быть погашена, и она добавляет, как бы сказать, ну, своеобразные резервы, там, щелочные в наш организм. И плюс, ну, она вот подавляет особенно грибки, молочницу и так далее, которая чрезмерна. Вот в этом случае она хорошо работает. Ну, в остальных случаях, вот, конечно, существуют там рекомендации из Агни-йоги, ее еще Елена Рерих рассказывала, что вот надо пить, это считается божественный пепел. Надо пить понемножечку и так далее. Ну, вот, знаете, чтобы почувствовать, я очень много вещей делал. Я и соду пил, я пил и керосин, я пил там, допустим, и полыни, и много-много других вещей. Я уже со своего опыта могу сказать, да, это все работает, но надо в конкретном случае, вот конкретном, как я вам сказал, если вы хотите, чтобы печеночка лучше работала, маслица, если просто там, чтобы желудочек, пейте там водичку там, да. Вот, и значит, тут, если у вас имеется там молочница или еще какие-то, значит, используйте вот эту вот соду. Умеренно. Это раз попили, так, все это хорошо. Если она вам не, ну, грубо говоря, как бы, вы, ничего такого у вас нету, да, пожалуйста, ничего это и не используйте. Вы вот, знаете, достигли, очень важно, я убедился в следующее, вот человек начинает заниматься, он сдвинут в эту сторону. Там, допустим, организм грязный, там, сердце болит, сосуды болят, там, ра-та-та-та-та, сустав. Он начинает заниматься там, чистит организм, свежие там, салатики, там, блюда. Он раз стал в норму, и говорит, о, о, хорошо. И думает, раз хорошо, и продолжает дальше, сейчас еще больше сырой пищи, еще там почищу, и потихонечку сдвигает сюда. И в результате возникают совсем другие отклонения, которых не было. Вот эти ушли, другие появились. Важно остановиться вот в этой золотой серединке, и его придерживаться. Попробовали, ага, видите, что вы что-то туда уходите. Значит, не сырое, а полутушеные овощи. И, боже мой, все великолепно. Вот, поэтому сода, опять-таки, вот, надо там. Многие рассказывают о кислотно-щелочном равновесии. Вот этот вопрос их вообще свел с ума, людей, они не понимают, что такое щелочные продукты, что такое там закисление и так далее. Вот как его держать, как его регулировать? Вот буквально сегодня такой вопрос был. Оказывается, у нас, в нашем организме, есть механизмы, которые вот это вот кислотно-щелочное равновесие, вот в этой вот норме, держат, знаете, очень и очень четко. И его не сдвинешь. Если чуточку сдвинул сюда, это уже болезнь. Сюда тоже болезнь. И мы, практически, нам очень трудно сдвинуть кислотно-щелочное равновесие в ту или иную сторону. Очень трудно. Но и речь должна больше идти не о сдвиге кислотно-щелочного равновесия, а о том, что с помощью одних продуктов мы можем, грубо говоря, очищать организм, а с помощью других зашлаковывать. И вот это вот зашлаковка и влияет. А люди вот это кислотно-щелочное, кислотно-щелочное. У нас резервы, которые держат вот так, значит, цепились, его не сдвинет. Потому что, еще раз повторяю, любой сдвиг туда или сюда, это уже чуть ли не на грани жизни и смерти. Спасибо. Геннадий Петрович, у нас остается где-то там 5-7 минут. Хотелось бы какие-то ваши услышать секреты долголетия, может быть, как-то кратко, так, в завершении. Допустим, там три ваших таких основных. Ну, в первую очередь, знаете, жизнь, она приносит кучу разнообразной информации. И оказывается, вот эта вот информация для того, чтобы мы в этом информационном поле отсеяли для себя нужное, важное, что нам надо, и не бросались из крайности, и ни в коем случае не паниковали. То есть, никакой паники не должно быть. Должно быть, знаете, вот, естественно, такое приподнятое здоровое состояние, когда ты живешь, уже это хорошо. Вот. Вот это вот главное. Ничего не допускать. Просто как воспринимаешь, ага, обработал и все, но не подключаешь эмоции. Вот второй вопрос. Я как раз сейчас видосик такой сделал. Кто хочет выжить. Очень важно все-таки вот в наше время, когда, видите, могут быть различные потрясения, там, катаклизмы и так далее, и человек остается один на один с собой. И нету ни лекарств, ни врачей, ни так далее, и он становится беспомощным. Я очень много, допустим, там фильмы смотрю, нет антибиотиков, ранили, начинается заражение, что делать и так далее. Есть же природные антибиотики. Допустим, та же кора там, и вы, которую можно отварить, завалить, та же полынь и так далее, и тому подобное. Вот можно самому себе помогать. Вот модное заболевание. Да, вы знаете, модное заболевание. Вот что, что и как там делать. Можно просто поголодать, когда во время голодания организм поднимает свои защитные силы значительно. Знаете, вот делали опыты такие интересные. Допустим, радиация. И оказывается, там животные, которые голодали, радиацию смертельную для здоровых животных, которые ели, они выдерживали, а здоровые и едущие умирали. Потому что они на голоде, оказывается, радиоактивную энергию используют как энергию для своего существования. Вот что интересно. Видите, как это самое. Вот чтобы вы были как-то подготовлены к тому, что нам день там грядущий там не преподнес, а мы бы знали. Да, как говорится, на Бога надейся, верблюда привязывай. Вот эти знания должны быть. Так вот, с чувством юмора, с позитивным настроем каждый день, чтобы берегли свои ресурсы, ими могли бы воспользоваться. И могли бы их еще пополнять. Вот я еще занимаюсь гравитационной гимнастикой. По секрету скажу, я уже поднял тонну, тонну оторвал. Начал я там со 100 килограмм, и потихонечку за 2 года дошел до тонны. То есть, энергию можно вырабатывать, 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 а не просто найти, тратить, тратить, тратить. То есть, это очень интересные вещи. Так что, кто хочет капитально освоить школу здорового образа жизни, ко мне на канал. Как раз там все там это такое есть. И плюс я с вами всегда готов общаться, делиться вашими какие-то там вопросы и так далее. Спасибо вам большое, Геннадий Петрович. Очень интересно. Рассказать еще стихотворение? Да. Вот когда сами сочиняйте, многие говорят, старческие маразмы и так далее. Мне 68 лет, да, уже? И если бы я не работал головой, может быть действительно маразм и так далее. Сочиняйте стихотворение и так далее. Вот смотрите, буквально такое стихотворение, которое сейчас будоражит всех вас, да? Вот с вами разговариваю не я, а сам творец. Я мира мироздания и глубина, и ширина, и воплощение знания. Я корень слова, источник жизни и миров. Я формирую бытие, свое, ио, Вселенной всей, источники любви своей, которые космос заполняю. Я так люблю и процветаю, и буду жить и процветать, любовь и счастье воплощать. Заполняйте им все миры. Где буду я? Где будешь ты? Ведь я и ты – две миры этой красоты. С любовью и здоровьем! Спасибо, Таня Кириллович, браво! И до встречи в следующий четверг в 18.00 по традиции. Хорошо, хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok